Не так давно я уже делал ролики про актеров и актрис, которые обладают потрясающим нежеланием стареть. Но помимо них в среде кинематографа есть люди, которые как будто застыли в определенном возрасте и не меняются десятилетиями. Всем привет, меня зовут Илья Бунин, и сегодня у нас топ-10 актеров, чья внешность показывает чудеса стабильности. Ну а если вы тоже заботитесь о своем здоровье, и вдруг так случилось, что вы перебрали на дни рождения или праздники, то не забудьте о Монинке. Монинке – это напиток, который оставит у вас только хорошие воспоминания о вечере. Выпили – выпейте Монинке. Дензел Вашингтон Американец Дензел Хейс Вашингтон-младший смог добиться небывалых высот в среде кинематографа. Он стал лишь вторым актером-афроамериканцем, которого удостоили премии «Оскар» за лучшую мужскую роль и лучшую мужскую роль второго плана. С тех самых пор, как я серьезно увлекся кинематографом, фильмы с Вашингтоном не раз дарили мне самые сильные эмоции, а многие из них до сих пор входят в число моих любимых фильмов. Самые известные и успешные работы актера пришлись на нулевые. Спортивная драма «Вспоминая титанов», «Тренировочный день», за который Дензел был признан лучшим актером, «Гнев», «Потрясающий гангстер», «Книга Элая» и другие. Совсем недавно на экраны вышел фильм «Ограды», в котором Вашингтон сочетал режиссерский пост с одной из главных ролей. При просмотре этого фильма я не мог не отметить, что за прошедшие с начала нулевых 17 лет актер практически не изменился. Разве что седина немного выдает, а в остальном ему можно только позавидовать. Мужику уже 62 года. Вы только вдумайтесь, «Тренировочный день» вышел в 2001 году, и уже тогда 46-летнего актера сложно было назвать молодым. А я на тот момент думал, что ему максимум лет 30. Остается только пожелать, чтобы мы все так выглядели в свои 62 года. Джеки Чан Китайский весельчак и кумир нашего детства Джеки Чан родился в 1954 году. Так что он ровесник Дензела Вашингтона и к своим 63 годам также имеет за плечами колоссальное достижение в киноискусстве. Я с раннего детства обожал этого актера, а с возрастом детский восторг перерос в безмерное уважение. Я искренне преклоняюсь перед Джеки Чаном за его вечный позитив, бешеную самоотдачу и сумасшедший подход к съемкам. Он не только самостоятельно исполнял большинство своих трюков, но и выступал дублером других актеров. Само собой, это нередко приводило к достаточно серьезным травмам. Из-за чего актер внесен в черные списки страховых компаний по всему миру. А еще это приводило к тому, что только его фильмы мы смотрели вместе с титрами, ведь во время них показывали веселые нарезки из неудавшихся дублей. В этом году Джеки Чан получил почетный Оскар за вклад в киноискусство. И лично для меня это стало самым радостным моментом прошедшей церемонии. В свои 63 года актер превосходно выглядит и продолжает активно сниматься, не забывая ставить веселые драки с опасными трюками. Надеюсь, его запала хватит еще лет на 30, чтобы мы уж совсем в конец офигели. Сэмьюэл Л. Джексон В списке культового режиссера Квентина Тарантино есть несколько любимых актеров, вроде Кристофа Вальца, Майкла Мэтсона и других. Почетное место в этом списке занимает харизматичный афроамериканец Сэмьюэл Лерой Джексон. Его карьера началась еще в конце 70-х годов прошлого века, но в ранг звезд первой величины актер выбился лишь в 90-х. И поспособствовал этому именно Квентин Тарантино, который отдал Джексон одну из самых ярких ролей в фильме «Криминальное чтиво». Актер потрясающе воплотил противоречивого бандита Джулса с невообразимой химией на голове, и его дела пошли в гору. Дальше были роли в раскрученных франшизах «Крепкого орешка» и «Звездных войн», еще несколько отличных персонажей в фильмах Тарантино, «Тренер Картер», «Мстители», «Кингсмен» и десятки ролей в других фильмах. Совсем недавно мы увидели Джексона в фильме «Конг. Остров черепа», и вряд ли кто-то задумался о том, что актеру уже 68 лет. Я больше чем убежден, что если сейчас на него напялить парик с химической завивкой, то он без особого труда сойдет за того самого Джулса из 94-го. Лично я был бы не против посмотреть еще пару тарантиновских фильмов с Джексоном, потому что именно сотрудничество с этим режиссером подарило нам самых ярких персонажей в карьере актера. Морган Фримен! Десятки отличных фильмов, более сотни различных ролей в кино, «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана и миметичность в среде киноманов – это краткий список достижений замечательного актера Моргана Фримена. Прежде чем заняться кинематографом, Морган успел отслужить ВВС США, поработать клерком и даже танцором. Свои первые роли актер сыграл еще в конце 60-х и начале 70-х годов, но стабильно в заметных проектах начал сниматься лишь в 80-х. В 94-м году ему посчастливилось сыграть одну из главных ролей в фильме «Побег из Шалшенко», который чаще других признается лучшим фильмом в истории кино по версии самых разнообразных изданий. Также было плодотворное сотрудничество с Клинтом Иствудом, подарившее нам «Непрощеного» и «Малышку на миллион», культовый триллер Дэвида Финчера «Семь», комедия пока не сыграл в ящик и еще много замечательных фильмов. На протяжении всей карьеры Фримен играл самых разноплановых персонажей, среди которых были герои, злодеи, большие боссы и простые работяги. Да что уж там, даже самого Господа Бога сыграл в комедии «Брюс Всемогущий». Сейчас актеру уже 79 лет, и он просто собирает кэш, объясняя весь сюжет за 5 минут в фильмах самого разного качества. Вы можете сказать, он же старый и выглядит как старик, в чем прикол? А прикол в том, что Морган Фримен был стариком всю мою жизнь. Вы и сами уже, наверное, видели мемы на эту тему, и они вот ни разу не преувеличивают. Посмотрите на актера в «Шаошенке», который вышел 23 года назад, и в недавнем сиквеле «Иллюзия обмана». С тех пор разве что седины до веснушек прибавилось, а в целом, как он был деданом всю мою жизнь, так и мы остался. Эдвард Нортон Американский актер Эдвард Нортон пока еще не успел дотянуться до заветной золотой статуэтки. Зато он имеет золотой глобус и регулярно снимается в очень интересных проектах, начиная от «Американской истории Икс» и «Бойцовского клуба» и заканчивая «Бёрдманом». Судя по всему, так будет продолжаться еще много лет, учитывая его хорошую избирательность в выборе проектов и неизменную внешность. Сами посмотрите, фильм «Американская история Икс» вышел почти 20 лет назад, и тогда Нортон был вполне зрелым мужиком с развитой мускулатурой. И если железная бицуха и кубики пресса не сопровождают его всю жизнь, то на лицо он вообще нифига не меняется. Сейчас ему уже 47 лет, а он все такой же, как и раньше. В последнее время каждый раз, когда вижу Нортона на экране, ассоциирую его с восковой фигурой. Но его актерской игры это, конечно, не касается. Играет он очень сильно. Патрик Стюарт Британский актер, профессор Икс, капитан Пикард и просто человек-фейспалм по имени Патрик Стюарт прославился на родине благодаря работе в театре. Он был одним из основных актеров королевской шекспировской труппы в течение 27 лет с 1966 года по 1993. И все же широкой аудиторией он известен именно как командующий кораблями федерации и наставник Людей Икс. Но мало кто знает, что на самом деле Патрик Стюарт кибернетический андроид, который прибыл из будущего ради создания самого популярного мемасика. Иначе как еще объяснить тот факт, что он ну вообще не меняется? Ему сейчас 76 лет, а выглядит он почти так же, как и всегда. Вот сколько себя помню, этот актер был лысым мужиком не определенного возраста, не молодым и не старым. Все возрастные изменения сводятся к морщинам, которые появляются строго по одной штуке раз в 10 лет. Лично я думаю, что они просто заложены в программе Стюарта, чтобы не совсем уж жестко политься. Дженсен Экклс Среди других актеров, упомянутых в этом списке, достижения Дженсена Экклса выглядят более чем скромно. Ни престижных премий, ни запоминающихся ролей в культовых фильмах у него нет. Зато у него в подчинении есть огромная армия девочек, которые писаются кипятком при одном взгляде на постер с изображением этого актера. Как вы все знаете, эта армия сформировалась под воздействием двух факторов. Популярного сериала «Сверхъестественное», в котором Экклс получил одну из главных ролей, и его смазливой внешности. Она-то и не дает покоя многочисленным фанаткам актера. Благо, что за 12 лет трансляции сериала актер не изменился от слова «совсем». Сейчас ему 39 лет. 39, Карл! Вы только посмотрите на него. И да, в январе этого года «Сверхъестественное» продлили на 13 сезон, что несказанно порадовало его поклонниц. Томас Сэнкстер! Знаете, сперва я хотел помянуть здесь Брэда Питта или Джонни Деппа. Но, несмотря на все их заслуги, раскрученные имена и миллионы фанаток, стоит признать, что и Депп и Питт с годами меняются гораздо заметнее того же Патрика Стюарта. А вот мимо Томаса Сэнкстера я пройти никак не мог. На самом деле, как актер, этот парень недавно импонирует. Но вам он, скорее всего, известен по роли в фильме «Бегущий в лабиринте». Так вот, если в прошлый раз я делал ролик об актерах, которые забывают стареть, то Томас Сэнкстер – это человек, который явно забыл повзрослеть. Просто посмотрите на его фото. Этому парню почти 27 лет, а выглядит он то ли на 10, то ли на 15. Вот будет прикольно, если он будет таким всю жизнь и до 60 лет будет играть подростков. А потом резко превратится в деда, и его перестанут узнавать родственники. Джим Парсонс. Американский актер, обладатель «Золотого глобуса» и открытый гей Джим Парсонс не первый год удивляет общественность своей молодой внешностью, и это в его-то 43 года. Его актерская карьера во многом схожа с карьерой ранее упомянутого Дженсона Эклса. Они оба обрели широкую известность и финансовый успех благодаря популярным сериалам. И оба продолжают сниматься в них более 10 лет за огромные гонорары, хотя сериалы объективно скатились и по-хорошему их давно пора бы прикрыть. Но куда там? Теорию Большого Взрыва, первые несколько сезонов, которые я просто обожаю, недавно продлили аж до 2019 года. Так что надеемся, что не стареющий Шелдон Купер хоть в последних сезонах порадует, а то все эти сексуальные игры сейчас с Эмми меня просто убивают. Киану Ривз. Не так давно я делал ролик, посвященный популярным мемам из фильмов. И виновником появления одного из них был именно Киану Ривз, который умудрился стать мемом уже в юном возрасте. В дальнейшем актер превратился в самый натуральный мемогенератор. Ну вы и сами знаете, тонны мемов из Матрицы, Киану Бомж и все в таком духе. Но есть отдельный вид мемов с Киану Ривзом, и год от года он становится все популярней. Связаны они с тем фактом, что актер наглым образом игнорирует само время, и нифига не меняется более 20 лет. Серьезно, в последние годы он разве что стал любителем носить бороду, но и она не особо там маскирует. В этом году я уже имел удовольствие видеть, как 52-летний актер скакал в сиквеле Джона Уика, и что-то по нему не скажешь, что он собирается сдавать. Кстати, недавно проскочила новость, что маховик перезапусков добрался и до нашей любимой Матрицы. И вот на фоне таких известий я подумал, а почему бы в перезапуск не позвать на роль Нео того же Киану Ривза? Думаю, он вполне потянет, а в мире кино он станет самым настоящим историческим событием. Первый актер, который снялся в перезапуске франшизы в той же роли спустя 18 лет после премьеры оригинала. Шутки шутками, но надеюсь оригинал трогать не будут, и ограничатся только каким-нибудь спин-оффом. Сколько можно одни перезапуски, ё-моё. Ребят, также вы сейчас можете посмотреть ролик о 10 нестареющих актерах, его, кстати, более миллиона человек посмотрели, или мой предыдущий выпуск о 10 культовых рок-музыкантах, которые снимались в кино. Думаю, о многих из них вы даже и не догадывались, когда смотрели фильмы. Ссылки на оба ролика будут в описании. И не забудьте подписаться на канал и мои паблики ВКонтакте, чтобы не пропускать всё самое интересное из мира кино. До скорого, пока.